Наше мероприятие направлено на то, чтобы профилактировать такое серьезное заболевание вирусное, как бешенство. Это заболевание в нашем городе распространено, наш город неблагоприятен по этому заболеванию. Вакцинация вообще бесплатная, ее спонсирует наше государство. Но есть люди, которые хотят импортную вакцину, у тех, конечно же, стоимость больше 100 рублей. Животная у нас уже два года живет, очень полюбили ее очень сильно, даже доброжелательная она у нас. У меня сын маленький, младший, ему полтора года, она с ним спит, греет его постоянно, поэтому решила сделать прививку, чтобы обезопасить своих детей в первую очередь, ну и, конечно, свое любимое животное. Вот мы его только взяли, все никак с работой не получается, я думаю, отвезти на прививки, а тут такая возможность привить, то есть сразу вот и принесла быстро кота. Если он заболеет бешенством, он может заразить человека, а для человека этот вирус ствердительно опасен. Этот вирус не обязательно через укус может передаться собаке, но и со слюной. Для собак ее можно вылечить, а человек просто может умереть. Также наши волонтеры проводят перепись бездомных и домашних животных. Эта перепись направлена на то, чтобы провести в дальнейшем профилактические и специальные мероприятия. Ну, профилактические понятно, что там, если что, осмотреть животного, там понадобится предварительный диагноз поставить, а специальные, они больше направлены на бездомных животных. Естественно, принимать решения по поводу дальнейшей судьбы должны жильцы домов. Мы можем только подсказать и как поступить в той или иной ситуации правильно. Эти акции, которые мы проводим, стараемся по актуальным вопросам. Вот в данном случае мы считаем, что это очень актуально. И студенты, волонтеры с удовольствием отозвались поучаствовать в этой акции. Мы шли по улице, по домам, и встретили бабушку. Она дала нам кота, вот, Владимир кот. Мы сделаем ему сейчас вакцину и отнесем обратно. Люди несут своих, своих животных. Мы прошли очень много бездомных котов, которые лежат, конечно, в не очень хорошем состоянии, и им никто не помогает. Люди очень сильно боятся бездомных животных, потому что как-никак они болеют разными болезнями. Для них это какая-то такая сверхъестественная вообще, что-то сверхъестественное. Взять их в руки, спасти их. Очень мало тех людей, которые, ну вот, чтобы могли помочь им, чтобы как-то принести, сделать тот же укол, покормить. Сейчас этого очень мало, и это очень обидно. И поэтому есть мы, которые несут, помогают.